Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжим наше путешествие по псалмам Давида. Псалом номер 6. Это серьезный псалом. Его читают перед молитвой о жизненно важном деле. Когда ты хочешь помолиться и попросить Бога, что вот это дело для тебя крайне важное, перед ним всегда читается псалом этот. Его читают также, если плохо с глазами видишь, читают, когда не можешь правильно оценить ситуацию, когда запутался, дорвутся все связи. Рафартовский нашел такой источник, что этот псалом – великая молитва для каждого, кто пребывает в болезни и страдании, чтобы Всевышний восстановил его душу и тело. Написано, что каждый больной с разбитым сердцем, душевным смятением, кто произнесет этот псалом со страстным желанием и стремлением, должен знать и верить, что Всевышний примет его молитву. Вообще, это псалом, написанный Давидом, когда 13 лет царь Давид был болен и прикован к постели. И вот сраженный болезнью царь Давид просит сохранить ему жизнь, чтобы он мог возблагодарить Бога. Это означает, что каждый больной обязан читать именно этот псалом. Разные источники пишут об этом псалме очень много. Пишут, что шестой псалом помогает от болезни ног и глаз. Написано, что когда проходит обрезание, и вот в момент обрезания человек, если прочитает в этот момент шестой псалом, всегда выполнится, Бог исполняет его желание. Что касается болезни глаз. От болезни глаз рекомендуется шестой псалом произносить семь раз в день, в течение трех дней. Говорят, что это очень сильно помогает. Существует мнение, что этот псалом снимает с человека негативное воздействие сглаза. Есть очень несколько вариантов, как противостоять этому. Первое, это читают этот псалом девять раз, когда считают, что тебя сглазили. Перед тобой ставят стакан воды, читают на воду и потом эту воду пьют. Есть еще второй вариант. Читают девять раз, поставив возле себя соль, а потом эту соль добавляют в пищу. В любом случае, три дня чтения постоянного этого псалма снимает негативное воздействие сглаза, так пишут очень многие источники. Есть слова, это такой пасук в этом псалме. Сильно будут пристыжены и напуганы все враги моим. А если вернутся, испытают стыд. И вот эти слова имеют гематрию последние 318. Что равно гематрии имени раба Авраама Элейзера. На иврите Элейзер это Бог в помощь. Это означает, что Бог в помощь тому, кто решит вернуться. Этот пасук, вот этот же, он соотносится еще с месяцем Ияр. Первые буквы последних четырех слов этого пасука, я не буду там добивать им голову, айвай, яшу, евошу, рога. Составляет аббревиатуру слова Ияр, месяца излечения. И двойное повторение в этом пасуке слова Евошу, это намек на то, что будут нейтрализованы силы зла, когда ты читаешь этот пасук. Каббала связывает вот вообще тайную суть месяца Ияр с шаббатом, с тремя субботними трапезами. В каждую из них предваряет ритуал кедуша. И написано, что именно при совершении ритуала кедуша повергаются все силы зла в прах, появляющиеся человеку, приходит большое облегчение. И об этом, говорится, сильно будут пристыжены и напуганы враги моими. Написано, что руководитель музыкантов на Нигенот, на лире, восьмиструнный этот. Вообще в храме никто не обратил внимание, что лира была семиструнной. А в дне Машеха написано, что будет восьмиструнной. Десят струнной она уже будет в следующем мире. Это значит, что этот псалом относится к восьмиструнной, он относится к миру во время прихода Машеха. И значит, он относится, он стоит над этим миром. Он очень сильный, очень большой. Поскольку многие псалмы это молитва и просьба, которую написал Давид вообще, им должны пользоваться обязательно каждый молящийся. Удалитесь от меня все творящие несправедливости, бы услышал Господь голос плачи моего. О чем разговаривают? Каждый больной человек, когда будет произносить этот псалом, может сказать, что Бог услышит его молитву. И услышит Всевышний, если молиться, я уже так говорил. Но это очень важно, потому что для больного человека разные вещи. Всегда это, когда человек болеет, у него сердце разбито. И, конечно, надо верить в то, что этот псалом действительно помогает. Что еще? Есть еще в некоторых источниках, что шестой псалом помогает в исцелении кожных болезней, а также от болезни костей и суставов. Для кожных болезней берут оливковое масло, 6 столовых ложек примерно, 3 зубчика чеснока. Чеснок натирают на терке, смешивают с маслом, настаивают 2 дня, процеживают и читают шестой псалом 3 раза. А этой смесью, которая была маслом, смазывают пораженную кожу. Делают дважды в день, курс от 3 до 7 дней. Так пишут источники. После смазывания, через 30 минут можно смыть этот состав. Что еще было? Для лечения костей и суставов читают псалом 12 раз на воду и пьют по 12 глотков трижды в день в течение 12 дней. Вот такие вот разные источники рассказывают об этом великолепном псалме. Брахава, Цлаха, буду рад, если это кому-то поможет.